Новосибирские новости Новосибирские новости Актуально это для жителей частного сектора Если сугробы с улиц сейчас не убрать То весной по дорогам невозможно будет проехать А огороды затопят Как к оттепелям готовятся в Перамайском районе Увидел Михаил Якимов Со своих крыш и огородов Владельцы убирают снег самостоятельно Однако очистить от сугробов улицы Задача районных администраций И если они с ней не справятся вовремя То весной частные дома вот здесь затопят В Перамайском районе частного сектора много Почти 170 улиц Очищают их по заявкам от председателей Уличных комитетов Составили карту самых опасных участков В низинах, которым уделяют повышенное внимание Одно из таких мест – переулок Южный Вывоз снега Именно на переулке Южном Мы делаем уже второй раз с того года Начали в связи с тем, что действительно Проблемная улица И приходится отсюда Определены у нас 18 таких потенциально опасных мест С которых в первую очередь будем мы увозить Местные жители к обилию снега относятся философски Понимают, что зима в Сибири почти всегда непредсказуема И сугробы наметает год от года Скидывать снег с крыши, чистить дорожки во дворах И перед калиткой – дело привычное Говорят, даже полезное Это ж хорошо Зарядка Не надо ходить в фитнес-клубы Пожалуйста, лопату взял, с утра почистил Бодрячок Паводка не боятся Уверены, если снег с улицы вывезут вовремя То никаких подтоплений не будет Поэтому довольны, когда видят на собственных улицах Снегоуборочную технику Вывозят снег из частного сектора в Первомайском районе днем Ночью это делать намного сложнее На дороге 2Б мы можем как бы ночью выходить, работать Перегораживаем улицу Техника работает и вывозим снег В частном секторе, например, ночью Именно по нашему району сложнее работать Потому что есть припаркованные личные автомобили В частном секторе стоят Здесь проще работать в дневное время То есть и самопонимание людей Люди выходят тоже совместно работаем Зима в этом году очень снежная В январе на улице Новосибирска Выпало снега на 20% больше нормы И дорожники едва справляются с его уборкой Этот погрузчик даже не заезжает в гараж ДУ номер 5 Меняются только водители и улицы, которые нужно убрать В таком режиме техника будет работать еще не один день Тем более в ближайшее время опять ожидаются снегопады Михаил Якимов, Даниил Смирнов, Новосибирские новости Православные сегодня отмечают один из главных праздников Крещение Господне В Новосибирске подготовили 7 купелей Некоторые будут открыты до полуночи Тысячи верующих совершили омовение И погрузились в ледяные купели Температура воды плюсовая, но день все же морозный Купание в проруби – мода или традиция? Выяснял Александр Потенихин До начала массовых омовений обязательный молебень Служитель церкви освящает купель И просит даровать здоровье и очищение всем, кто коснется воды в этот день Окунаться с головой не обязательно И в прорубь нырять тоже Но большинство эту традицию воспринимают Как испытание не столько для духа, сколько для тела Праздников Поздравления с православным праздником Сегодня принимают верующие во Всевышнего И верящие в собственные силы Кого больше у крещенской купели сказать сложно Крещение Господне – один из древнейших православных праздников Который в последние годы обрел особую популярность Несмотря на мороз и будний день У купели выстраиваются очереди И желающих окунуться в ледяную воду Ныряют все – мужчины, женщины Разве что детей немного Да, у меня старший сын очень хочет Но я думаю, все равно ему еще 9 лет И нужна подготовка для этого Врачи предостерегают К омовению в проруби нужно подходить со всей ответственностью Ведь последствия переохлаждения могут быть очень серьезными Учащение, урежение сердцебиения Снижение давления Снижение температуры До 33-28 может быть Крещение нередко заканчивается трагическими случаями Поэтому вместе с врачами у купели дежурят спасатели Сегодня работают более 500 человек По всем точкам, где организована купель И где-то в районе 187 единиц техники И все остальные атрибуты Вот мы видим с вами Стоят две палатки для мужчин и женщин Для переодевания Солома постелена Организация горячего чая Считается, что окунуться в прорубь нужно три раза У некоторых сил и смелости хватает только на один Кто нырять не решился вовсе Охотно снимают, как это делают родственники и друзья В социальной сети заполнили фото и видео с подписью купания в проруби Одни удивляются смелости моржей одного дня Другие призывают к здравомыслию Совершенно справедливо говорят, что в этот день вся вода имеет так называемый нулевой заряд Вот, поэтому не обязательно там ходить куда-то и окунаться Можно с таким уже успехом набрать ванну, воды и то же самое, как бы совершить тот же самый обряд Несмотря на это, моду на крещенское купание в проруби поддерживают тысячи новосибирцев До полуночи желающих окунуться в Иордань будут ждать практически у всех водоемов города Рядом с купелью палатки, где можно согреться и выпить горячего чая Александр Потенихин, Олег Ролевец, Новосибирские новости В доме на улице Республиканской, где в новогодние праздники в одной из коммунальных квартир обрушился пол Начали делать ремонт Жильцов переселили в маневренный фонд А муниципалитет выделил деньги на замену перекрытия Подрядчик обещает завершить работы в два раза быстрее, чтобы люди скорее вернулись в свой дом Анна Гурьянова расскажет подробнее Грохот, это такой, ну сильный грохот был, даже вибрация ощутилась Услышали, выскочили каждый из своей комнаты, я, соседка, брат В общем, открываем дверь в ванной, а там такая ситуация, что просто пропасть, ничего нет Пол обвалился в коммунальной квартире на шесть семей Основные разрушения были в санузле, как раз там, где постоянно влажно Скорее всего, из-за этого деревянные перекрытия и рухнули Тем более соседи из других квартир постоянно жалуются на потопы Четвертый этаж, сейчас месяц это точно топят У них там, я не знаю, машинка что ли, как начинают стирать, так топят постоянно Этот дом на улице Республиканской 30-х годов постройки Восемь лет назад его обследовали специалисты Перекрытия были в хорошем состоянии В последнее время жильцы начали жаловаться на проседание пола На этот год был запланирован масштабный ремонт подвала Но деревянные балки не выдержали раньше Хотя за их состоянием постоянно наблюдали В октябре месяце вообще никаких прогибов, ничего со стороны подвала не было Если бы мы увидели, ну конечно бы мы поставили подпорки Позапрошлым летом в этом доме провели капитальный ремонт Починили кровлю, обновили фасад Но таковы условия федеральной программы Замена перекрытий в нее не входит Такую реконструкцию проводят за счет городского бюджета Но средств не всегда хватает В год ремонтируют по несколько десятков домов Этот вопрос решается, сложно, но осложняется это тем, что в городе недостаточно средств на данные виды работы Одномоментно выполнить Хотя в целом, да, у нас есть первоначальные, еще раз говорю, перечень этих многоквартирных домов В целом по городу у нас требует ремонт перекрытий 248 многоквартирных домов Сейчас в подвале дома на Республиканской начались ремонтные работы Установлены подпорки, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение На замену перекрытий выделили более полутора миллионов рублей Подрядчик обещает выполнить работы досрочно По документам мы должны 15 марта закончить Постараемся 15 февраля закончить За счет муниципалитета в этом году заменят перекрытие еще в 32 домах А депутаты обратились к своим коллегам на федеральном уровне, чтобы включить этот вид работ в программу капремонта Анна Гурьянова, Дмитрий Кан, Новосибирские новости Поправки в федеральный закон о долевом строительстве не дают покоя всем участникам рынка недвижимости Требования к застройщикам ужесточили Это приведет к тому, что количество компаний на рынке уменьшится в разы Как это повлияет на покупателей квартир, мнения экспертов расходятся Александр Вяткин продолжит За чей счет банкет пытаются разобраться эксперты рынка недвижимости Поправки в федеральный закон о долевом строительстве уже действуют Они ужесточили требования к застройщикам У компаний должен быть внушительный уставной капитал Регулярное отчисление, компенсационный фонд и многое другое Работать в новых условиях смогут только застройщики с большими финансовыми возможностями Эксперты уверены, на рынке останутся только самые крупные компании На наш взгляд, это закономерная эволюция строительной отрасли Ряд вещей это носит гигиенический характер Ряд процедур, которые и нужно было вводить И, на мой взгляд, делать выводы можно будет сделать, скорее всего, в первом полугодии 2018 года Как это в целом отразится на строительной отрасли Новшество отразится и на стоимости квадратного метра Цены на квартиры в новостройках могут вырасти Потому что застройщикам нужно увеличить уставной капитал Причем эти деньги компании использовать не смогут Деньги будут лежать на счетах в банке, вы их взять не сможете Соответственно, должны будете кредитоваться Если рынок пойдет по такому пути, то себестоимость строительства резко увеличится Поэтому для дольщиков и для потенциальных покупателей это скорее плохо, чем хорошо На стоимость недвижимости сейчас влияют не только законодательные новшества Но и сами строители Рынок перенасыщен В 2016 году, как и 2015, в Новосибирске построили на 10 тысяч квартир больше, чем продали И сейчас они стоят и ждут своих покупателей В большей степени это касается жилья эконом-класса Многие эксперты прогнозируют и дальнейшее падение цен на такие квартиры По мнению законодателей, увеличение уставного капитала застройщика И сокращение на рынке числа мелких компаний Защита от появления долгостроев Но и с этим согласны далеко не все Долгострой появляется даже в том случае, если на бумагах все было красиво Там могут быть несколько факторов Это просто неграмотная финансовая политика Неосторожный выбор подрядчиков, поставщиков Поэтому, конечно, это от стиля ведения бизнеса зависит в большую степень В любом случае, новшества законодательства касаются лишь домов, возводить которые начали в этом году Старые стройки заканчивать будут по старым правилам Александр Вяткин, Денис Савинский, Данил Смирнов Новосибирские новости В музее Горда неожиданно нашли экспонаты Об их существовании никто и не догадывался Обнаружили артефакты во время ремонта крыши На чердаке памятника архитектуры на Советской, 24 нашли документы вековой давности и древолюционный медный бак Эти предметы помогут больше узнать об истории здания и города в целом А еще находки станут основой экспозиции Ксения Ануфрева о секретах музейного чердака Их нужно расправить, их нужно почистить от пыли Здесь вот это все разгладить, то, что по максимуму возможно Из большой стопки документов, найденной на чердаке музея города Эти обрывки – все, что сохранилось почти за сто лет В основном это квитки с указанием наименования продукта Мука, пшеница, отруби, ценой и датой Самый ранний датирован 29-м годом Бумаги принадлежали конторе хлебопродукт Которая располагалась в этом здании в первой половине прошлого века Но больше всего сотрудников музея заинтересовала вот эта бумага Сведения о затраченном потеле работниками Сибири Так называли сотрудников почты и телеграфа Времени на обслуживание народной связи В одной из газет было маленькое объявление о том, что по адресу Советской 24 находится предприятие связи Хотя оно нигде официально не было показано в никаких бумагах И я думаю, что с этого документа он нас еще подтолкнет все-таки узнать побольше про историю этого здания Еще одна находка – вот этот медный 150-килограммовый бак Он служил для нагрева воды и отопления всего здания с помощью двух печей в левом и правом крыле Смотрите, насколько аккуратно и с любовью этот бак проклепан И простоял такое длительное время И нигде следов течи не видать Так сейчас не делают Специалисты отмечают высокое качество работы Толстый пласт меди загнут идеально ровно Заклепки сделаны будто по линейке Здесь даже сохранилась надпись Благодаря тому, что бак был защищен опилками Ее еще будут реставрировать Но и сейчас кое-что можно прочитать Например, вместимость котла 56 ведер То есть примерно 500 литров Кириллица использовалась до 2018 года То есть этому баку Бак старше нашего здания явно И скорее всего это было дирекционное изготовление Потому что 2017-2018 год не до этих вещей было Все находки сотрудникам музея еще предстоит очистить от пыли И изучить И только потом они станут экспонатами отдельной выставки Даже вот эта часть стропил со скобами и гвоздями того времени Которую рабочие аккуратно отпилили Пополнит экспозицию В истории такого молодого города, как Новосибирск Любая мелочь ценная Ксения Ануфриева, Дмитрий Кан Новосибирские новости Ежегодный конкурс социально значимых проектов Стартует в Новосибирске Сумму гранта мэрии за один проект В этот раз увеличили до 250 тысяч рублей Чтобы помочь всем желающим оформить заявку правильно Сегодня провели семинар На котором рассказали об особенностях конкурса этого года В нем три номинации Подать заявку могут некоммерческие организации Активисты ТОСов А также религиозные и национальные организации С каждой из групп будут работать отдельно Проекты должны касаться таких направлений Как социальная поддержка населения Экология, межнациональные отношения и так далее Прием заявок начнется завтра И продлится до 7 февраля Здесь работа конкурсной комиссии Выбрать наиболее социально значимые Наиболее технологичные Наиболее охватывающие больше аудиторию Либо территорию проекты И поэтому в рамках конкурса Идет такое соревнование Кто наиболее интересный И наиболее актуально окажется в этом году В Новосибирске начался областной чемпионат По керлингу среди женщин Восемь команд, в их числе две профессиональные До понедельника будут соревноваться за победу Девушки от 14 до 50 лет Участвуют в наших соревнованиях Керлинг же он очень доступный вид спорта Можно приходить прям сразу Начать очень легко Хорошо начать играть Это уже нужно тренироваться Координация, внимание, психологическая устойчивость В Канаде керлинг второй по популярности вид спорта после хоккея А в России эта олимпийская дисциплина только развивается И у новосибирских спортсменов есть все шансы Тренироваться в достойных условиях Лед сертифицирован Лучше, как говорят тренеры, только олимпийские дорожки в Сочи Первые места занимает Москва и Питер все-таки пока что Потому что там керлинг уже давно, больше 20 лет Среди сибирского федерального округа, ну может быть даже уральского Наши спортсмены уже выходят на уровень Может быть в ближайшее время будут даже и на первых местах Лидеров определяют на чемпионате Сибири, где честь региона будут защищать лучшие керлингистки этих соревнований В том числе спортсменки сыграют вместе с мужчинами в смешанных командах Самые актуальные и интересные новости на радио «Городская волна» Частота 101 и 4 FM Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал «Новосибирские новости» в Ютюбе Кроме того, много полезной и интересной информации на сайте nsknews.info Там можно узнать, как изменить способ накопления денег на капитальный ремонт дома На этом все. До встречи!